Чтобы иметь сведения о противнике, о том, что делается у него в ближайшем тылу, мы здесь создали отряд для уничтожения тыловых объектов противника и для разведки в тылу противника из моряков северного флота. В отряд этот пришли лучшие люди с флотом, но подготавливать, учить, как вести разведку в тылу противника у нас не было времени. Надо было немедленно бросать этот отряд в тыл, разрушать тыл, облегчать положение на фронте, получать данные разведки. И нам пришлось этот отряд готовить непосредственно боевые обстановки там в тылу противника. Я с этим отрядом четыре раза ходил в тыл противника. А мне кажется, вот четвертый поход, он был наиболее интересным. Это был первый поход, когда была поставлена очень важная для флота задача, и отряд с этой задачей справился с честью. Нам нужно было уничтожить маяк Пихшуев, захватить высоту, на которой он стоял, там из Пихшуев, который уходит в Моцовский залив. Враг имел возможность этого маяка наблюдать за входом в Кольский залив. Командующий поставил задачу перед отрядом уничтожить это гнездо, уничтожить этот маяк. Нам удалось незамеченными подойти с тыла к этой высоте, но когда мы уже были примерно в расстоянии 150-200 метров, враг нас заметил. Открыл сильный огонь из своих огневых средств. Но здесь моряки этого отряда проявили такой порыв, такую волю к победе, такой энтузиазм, что после пленные, а здесь на этой высоте были захвачены первые пленные на нашем участке фронта, говорили, что на нас нашел как бы шок. Мы потеряли волю к сопротивлению. Мы никак не могли предположить, что можно с такой быстротой захватить укрепленную точку, которая находилась на высоте этого мыса Пихшуева. Этот отряд прославился здесь, на Северном флоте, о нем знали все, но о нем знали и враги. Они назвали его черным дьяволом или даже черной смертью называли. И мне кажется, это произошло еще отчасти вот почему. Раз этот отряд, это был уже в 1942 году, на мысе Могильном был окружен двойным кольцом фашистов. Ну, внутреннее кольцо отряду удалось разорвать, благодаря тому, что он еще имел гранаты, имел патроны в своих автоматах, но еще было второе, внешнее кольцо. И когда они уже подходили к этому внешнему кольцу, у них оставалось в автомате только три патрона. Но им помогло одно обстоятельство. Снежный заряд очень густой. Наш отряд был в белых халатах. Раненых они закутали в халаты, которые были сняты с убитых. Убитых они там на высоте закопали в снег, чтобы враг не издевался над ними. И вот отряд, когда подходил уже к этому внешнему кольцу, вот был накрыт этим снежным зарядом. Но они знали хорошо местность. Начупали одну маленькую на спинку, училице небольшое, и буквально между лежащими снегу фашистами пробрались так искусно, что враги, верующие в гаде, спиной, команды, наступление на эту высоту. Фашисты пошли в наступление, и вот после нам говорили пленные. Что такое получилось? Мы знали, что там были разведчики советские. Но мы не нашли никого, ни живых, ни раненых, ни мертвых. Они исчезли бесследно, сделались невидимками. Видимо, им помогают темные силы, дьявольские силы. Конечно, помогали этому отряду не дьявольские силы, а их искусство, большое мастерство, их мужество, героизм. Таких отрядов у нас здесь есть на Северном флоте, был не один. Героизм в эту войну был, вы знаете, это массовым. Это была исключительная черта борьбы в Великую Отечественную войну. Великую Отечественную войну